Довольно интенсивных смен провели, а вот сейчас потихонечку мы видим, как та самая интенсивность игры начинает снижаться. Холес, оставление на синий, не будет здесь задержки игрока. Вновь Холес и гол! Великолепный счетчер! Ошибка, ошибка Тобиаса, Штефана и дальний бросок в ближний угол, залетает шайба. Юнас Холес, Колорадо Эвеландж, дебютный для него сезон национальной хоккейной лиги и второй гол на этом турнире. Бросок получился классный, но вратарь за ближний угол должен отвечать, тем более расстояние было приличное, да и угол довольно острый. Ну может быть в какой-то степени закрыл обзор садян. Может быть и несколько поспешно было это решение, но все равно с большим трудом Тобиаса справился с броском. Больше 10 секунд остается у нас до сирены. Да, вы отмечали хорошие действия. Отличный момент из шайбы в воротах, да, только я хотел сказать, Алексей, вы отмечали хорошие действия в меньшинстве норвежцев, но и большинство они прекрасно тоже разыгрывают и вот подтвердили это заброшенной шайбой. Да, Холес своим могучим щелчком едва снова не прошивает Тобиаса Штефана и шайба отскакивает буквально под самые ворота первой Оги Шрёдера и тот, проявив вновь свое незаурядное голевое чутье и вновь показав, что умеет играть на пятачке. Да, вратаря перекрыл сначала, то есть не видел шайбы совершенно Штефана и поэтому он и не контролировал их. Безины, швейцарцы просто не представляют, что им делать сейчас в большинстве. Нет, ну делают они в принципе то же самое, но для этого вот эти два игрока, которые на пятачке, они должны выигрывать эту шайбу и все от них там зависит, но пока им этого не удается. Вот сейчас плохой пас из заворотов. А вот сейчас другой вариант здесь продемонстрировали швейцарцы. Наконец-то они сейчас делали быстро. Да, быстро не успели, не успели здесь четверочка вся компактно встать и этим швейцарцы здорово воспользовались. Вот чего как раз не хватало при действии в большинстве швейцарцам, в первую очередь на быстрого розыгрыша. Это быстрого хождения шайбы от игрока к игроку. И вот Тибу Манне открывает счет швейцарским голам в этой встрече. Хорошо бросил в самую паутинку, в дальнюю. Бросил просто здорово. Пытался сыграть на добивание, подработать себе шайбу, но отскочил она немножко не по тем углам. Холтет. Вот здесь 2 в 1 убежит. Норвежец не догоняет его швейцарцу. Тем не менее... На себе протащил. Холтет и будет гол. Фактически, да. Холтет и... Вот так норвежцы поймали соперника на контратаке. И организовал этот гол. Ну, молодец нападающий. Казалось, его уже догнали. Но он так здорово прикрыл... Закрыл корпусом шайбу, что он ее сохранил. Вылез на ворота. Привез ее на пятачок. А там уже партнер успел первым на добивание. Да. Дотащил шайбу от своих ворот. До вратаря. Это чужих, да. Причем с висячим на плечах защитником. Да, вот это девятый номер. Мариус Холтет. Вот здесь он здорово очень закрыл корпусом. Но партнеры бежали на помощь. И вот, в частности, 26 номер, который... Кристиан Форсберг. Со второго этажа накатился. И был первым на шайбе. Много тут. Ну, не то чтобы... ...перед бросающим игроком. И, как правило, ловит шайбу на себя. И гол! Все-таки Диас изыскал щелочку. И вот эта тактика, мы говорили. Рано или поздно все-таки швейцарцы должны добиться своего. Очередной не сильный бросок с дальней дистанции. Но там... Такое на исполнение. Но там много игроков на пятачке. Помеха. Один из тех немногих бросков, которые... Долетели. ...надлесам не удалось заблокировать. И вот этот долетевший до Холгена бросок оказался для... ...него не берущимся. Ну, мы сейчас увидим. Наверняка он был закрыт. Да, конечно. Да, здесь серьезно. Очень трафик был перед его воротами. И свой, и чужой маячили перед голкипером. Ну, и два на пятачке швейцарца, как они... И плюс опять же противоход пошел.